всем здарова по просьбам подписчиков вообще как бы прошло полгода пора оценить гитару вот этот набор и спи м1 пак который за полгода уже прилетела быстро и посмотрим говорится что повлияло это время то есть что не изменилось в этой гитаре что какие спекты хорошие и плохие забегая вперед могу только сказать что принципе я всем доволен с гитарой видно ничего особенного не произошло выглядит она все так же нормально краска нигде не облезла звук радует строить шикарно так 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 палка у меня меня есть еще этот explorer на который тоже есть обзор на канале все это у меня такой больше для классического металла так ракешник порубачиваем такой старенькая гитару я хотел такую чтобы в низкий строй и чтобы вот конкретно будем джинтец мочить ну и в целом на для этого подошла идеально вот значит ну давайте посмотрим за полгода что изменилось да то есть появились ли какие-то косяки начнем с того что я сделал я практически ничего тут особо не модернизировал единственное сразу я сделал что при покупке конечно тут надо было можно было так скажем они нормальные воды но можно было их чуть-чуть полирнуть там машинка или этим постовой но я не стал этого делать они принципе вы игрой пальцами заполировались эти воды прекрасные так вот это вот принципе единственное что можно было здесь сделать вот именно в плане доработки да можно чуть было повернуть воды это не все здесь они в принципе все нормальные были вот последние там чуть-чуть маленечко было коррозии немного но она пальцами опять же все стерлась принципе вот и сейчас знаю на камеру будет видно или нет все блестящие аккуратненькие ничего ровнять не пришлось подпиливать что-то там подгонять воды нормальные для своей цены я считаю вообще отличные все-таки гитара бюджетная что я еще сделал я на пятки чуть-чуть подтянул болты они тоже были нормальные но чтобы прям гриф вообще плотно-плотно прилегал я их еще чуть-чуть где-то на пол оборота под затянул что еще но здесь понятно пимпочки под затянул это тоже в принципе было необязательно мне так спокойнее когда все затянуто все так надежно вот что я еще сделал первым же делом я опустил бридж вот этот тюноматик потому что он высоковато стоял я чуть-чуть на чуть-чуть подтянул анкер маленечко и опустил бридж потом поднял датчик повыше но естественно чтобы помощнее звукам так по чуть ну опять же не сильно высоко его выдвинул я его поднял примерно вот 6 струна на толстая у меня получается где-то миллиметра два с половиной даже нижняя тоже где-то миллиметра два то есть не стало его прям вплотную пододвигать мне вот так так меня звук устраивает ну вот и все а самое главное да что ну как сказать не рекомендую но лично я сделал так я поставил толстые струны сюда с тонкими там стояли столько и на девятки понятно какие-то вообще не то во первых не звучало не так хорошо строила и хотелось сюда потолще струны тем более тут мензура гибсоновской 2475 2474 дюйма а вот и я короче купил гибридный набор 1046 поэтому у меня тоже там где-то видео на канале было нет не 10 я сначала поставил 1046 как на explorer а потом не захотелось струны потолще но чтобы их опустить дропнуть чтобы в рей и настроить она у меня сейчас настроена в рэд то есть это стандартный б строй а не б когда саданта стандартный д строй с опущенной 6 0 а рамштайн так делаю слепнот много это пускает дропы вот не помню слепнот по моему систру и у меня по моему даже повыше у меня получается д строй или б в общем нет строя в сильно не шарю в общем я получается настроил так же как explorer в д строй опустил 6 струну что а чтоб чем под такой вот помочали вот и и поставили сюда комплект получается 1052 гибридный комплект то есть они по моему идут 1152 я поставил 1052 то есть вот эти струны такие же тонкие как на десятки а три верхних струны толще получается на 52 последнего и вот за это я немного переживал как поведет себя гриф потому что струны гибридные еще и толстые не поведет ли его винтом не как-то ну я могу сказать что за полгода грив вообще идеально ровно вообще никаких не перепадов на камеру это снимать смысла нет только на слово поверить и гриф у меня довольно таки близко к струнам стараясь чтобы вот медиатор не проскакивал это единичка у меня медиатор или метр ну ладно не спустить миллиметр 14 данлаповский вот такой медиатор и летовенький тортекс многие его знают вот и он у меня ну так скажем держится не проскальзывает если он у меня держится то у меня такая для себя такая проверка мне просто такая удобно высота струн можно и ниже опустить можно и выше но для меня надо чтобы миллиметр между струнами был потому что сильно близко они но сильно начинает лязгать выше уже тоже как бы неудобно играть так я считаю сам оптимально так что гриф за полгода не повело колки держит строй великолепно поставил сюда струны толстые намотал их намотал кстати этим лютиерским узлом не знаю помогает она или нет это когда если интересно можно загуглить или на ютюбе посмотреть есть видосы лютиерский узел это когда ты струну когда затягиваешь ты ее как будто переворачиваешь обводишь ну короче чтобы она типа какую-то узлом было затянуто не знаю но помогает это или нет но в принципе строй держит хорошо я ее вообще не подстраиваю то есть особенно верхние толстые струны нижние еще бывает где-то там что-то под расстроиться когда бенды делать верхние я по моему вообще не подстраиваю строй держит хорошо приятно резонирует в общем да надо все до толстые струны когда я поставил толстые струны она заиграла намного получше намного что-то приятнее звук у нее стал во-первых она стала лучше строить звук мощнее стал ну и вот как я хотел чтобы на нечем такое джинтовое порубить она вот такой вот прям характер звука стала выдавать датчики мощные выхлопные мощнее ну они вроде как такие же и спипов на 150 дашь как на их флоре но мне кажется что выхлоп помощнее может быть это из-за струнта выхлоп помощнее музыка играю кстати сейчас через педаль дед метал в маршала Звук нормальный В последнее время через педальки играем Маршала Родной перегруз поднадоел Маршал он такой более классический Он тоже хорошо звучит Можно джент еще послушать Как звучит это джент Вот так джент Что еще отметил Конечно вот эти вот штуки Они Что здесь Я смотрел Многие блогеры их заклеивают Либо изолентой Либо там какую-нибудь сюда резинку новую Сцеплять чтобы струны не звенело В принципе я только здесь слышу Ну можно по желанию Опять же можно заклеить изолентой Либо резинку сюда поставить Чтобы меньше вот этот шум ловить Ну мне в принципе это не мешает Я глушу вроде как нормально Сильно меня это не смущает дело Опять же потому что струну сквозь пор Порпус хорошо она этот Резонирует Особенно когда вот вешаешь такие просто Отдача идет не так конечно Как там сквозняет красное дерево Но вибрация есть По корпусу Так что вот это вот Сквозь корпусу Так что что можно сказать в итоге Видео такое конечно больше разговорное Сильно тут особо рассказывать нечего В общем гитара я доволен спустя полгода Я конечно ее не ношу там по морозам То есть эксплорер у меня уже матерый Там и на концертах Побывал и поездил там Это конечно гитара у меня в основном дома В тепле Но тем не менее гриф ровный Ничего я больше я его один раз Как вот чуть-чуть выровнял Ну подтянул И все Я его больше не трогал вообще Так что гриф держит нормально Ничего нигде не выпирает Играть комфортно Струны близко Краска покрытия радует вообще Такое Оно не сильно пылится Как бы не пачкается Сильно не издирается Я ее так тоже сильно не жалею Но вот она все Не коцаная Не поцарапанная Вид в принципе нулячий Калки не знаю Калки и спешные Но вроде со своей задачей справляется И держит хорошо Поэтому Минимализм Что мне нравится Я бы еще ручку тона конечно убрал Ну потому что я как-то тоном Не вижу смысла пользоваться Особенно на этой гитаре Ну ладно Как говорится Пускай будет Мало ли Один датчик Никаких переклутилок Вот это вот мне вообще нравится Что просто Если охота порубать жесткий метал Взял ручку Выбил Все Такая минималистичная гитарка Ну в общем подытожить можно тем Что гитара довольно качественная И меня радует Через полгода Особых изменений У меня не произошло Ничего не отлетело Не отвалилось Не стерлось Не перестало работать Электрика вроде тоже справляется Ничего Особо вроде Не шуршит Нигде Потенциометры Вот такое вот коротенькое видео Ну и спасибо что комментируете Подписывайтесь Всем хорошего дня И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok